Прочереду обзоров от краснодарских ребят, те же ребят, что вы потеряли ковид. Нет, мы не краснодарские ребята. Ты говоришь череду обзоров от краснодарских ребят, блядь. Добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Андрей. Сегодня ко мне для обзора присоединилась команда Вейпшопа Клауди. Это Михаил и Сергей. Здравствуйте. Всем привет. Сегодня мы обозреваем жидкость Бессо. Обозрывает Андрей, мы ему только помогаем. Не хочется к профессиональному обзорщику просто вылезать. Поэтому обозрывает Андрей, мы только будем говорить да или нет. И мы продолжаем нашу серию обзоров про жидкость от краснодарских ребят. Это та же жидкость, что и делали Калипсо. Те же ребята, что и делали Калипсо. Состав такой же у нас 70 на 30. ВГ-70, ВГ-30. Приехали нам полторашки. И тут у нас 4 вкуса. Бутылочки, опять же, вы где-то здесь должны увидеть, как в оригинале выглядят. А у нас тестовый пак. И начнем его пробовать со вкуса. Пич Себет. Пич по персиковый шаббат. Персиковый шаббат. Такая жидкость с пристасом синагоги. Себет, шаббат же, нет? Слушай, ну... Не, вообще это типа суббота. Ну или шаббат. Не, ну как это, знаешь... Не шаббат? Шаббат, шаббат, шаббат. Ну так же пишется. Может быть, еще одно значение, но для меня... Вот Себет группа же такая с Собиозбортом была. А что, черная субботом? Черная субботом. С Собиозбортом. Ручий представитель еврейской музыкальной сцены. Скинь, если ты просто все еврейские выписаны, то я. Джабджи, что-то есть? Я вот чуть не вообще не могу. Смотрите. Сейчас раскрывается. Катя, да, пока тут, скажем... Механик дико глянцевый, скользкий, что когда он нагревается до нереальных каких-то температур, его нереально полеопарительное РП, потому что он вот так вот начинает вылетать. Поэтому приходится держать так и припаривать так. Осторожно, когда бацмеханика заказывалась. Извини, мужик из механика. Да не, мод хорош, просто здесь сопротивление, так сказать, совершенно низкое. Он нагрелся и он сырой. Ну, ты спотел. Просто руки влажненькие. Ну, спотел-то, блин, естественно, влажненькие. Блин, это плохо. Попробует Андрей сформулировать идею о вкусе. Что же это такое? Ну, что он там есть? Приятный, сладенький, фруктовый. Какой-то фруктовый вкус, не пойму, какой из фруктов он мне напоминает. Чувствуется легкий привкус какой-то химии. Какой там, булаковской, красноармейской. Краснодарской, краснодарской химии. Лучше. На Саб-Зиро гораздо приятнее. На Саб-Зиро все приятнее. У тебя еще ватсух. А ты ватсу, что ли, говоришь? Я накапал. Слышишь, как вкусно. Так, кстати, я приятный, абсолютно, я тоже раньше без жижи парил, сейчас пирошов жижим и вам советуем. Жижи вкуснее просто. Да. Дальше я попробую, может. Многие друзья не могли бросить курить, потом я с помощью электронной сигареты, потом выяснил, что они жижу не использовали. И мы начали покупать жижу, открыли в магазин, в общем, нормально. Ну, вообще, дайте-ка еще раз. Я всегда парил ватку. Не знаю. Ну, вот, зажрались. Ну, вот, не знаю. Ну, это приятнее, но есть какой-то, с равно химоза, что ты сказал, и оно есть. Я не могу понять, действительно, фрукты. Может быть, знаешь, я склоняюсь, что это может быть даже вишня, но очень-очень-очень-очень-очень тонкая. Тонкая вишня. Ну, просто, ну, что-то не знаю. Вот, странно. Серега. Да я что-то не могу понять, если честно. Вкуса очень мало, на самом деле. Ну, приятная, кстати. Я сейчас распробовал. На вкусу мало. Да я даже не знаю, что ей сказать. Ну, мало вкуса, блин, непонятно. Неплохо, нехорошо. Вишню почувствовал. Ну, это спич. Какие фрукты интересны в этой жидкости? Вариант один. Вишня, вариант что-то сладкое непонятное, вариант три в сердце. Просто не завезли. Ваша оценка. А, стоп, 400 рублей. Вот это важный момент. То есть, из предыдущих 700 стоило, здесь 4. Почти в два раза дешевле. Поэтому, ну, нужно понимать, сравнивать с четырехсотруджевыми аналогами. Мы в магазине даже это продадим, кстати. Поэтому надо как-то более лояльно сказать. Короче, сравниваем примерно к плюс-минус с атмосом. Ну, ладно. Вкус я особо не почувствовал. Плюс химоза я поставлю два. Изменилось, мне нет. Чего? Чего? Чего бы ты поставил 700 рублей? Зачем? Я напреждаю. Окей. Скажем так. Вкуса очень-очень-очень мало даже на Саб-Зиро. Химоза есть. Это, наверное, единственное, что там так сильно чувствует вкус. Особенно нет. Ну, я, наверное, соглашусь. Даже за 400 рублей любой вкус атмоса будет гораздо приятнее. Но так как это все-таки 400 рублей, два с половиной. Ну, что, три с половиной поставлю. Просто, ну, блин, нет, сначала. Зачем ставлю три с половиной? С нихуя вкусно чувствую с другой стороны, блядь. Я поставлю три с минусом, потому что я два с половиной, короче. Ну, потому что я не блюю с этого, но я и вкуса не чувствую. На следующий вкус у нас садан кранч. Неожиданный кранч? Кранч, что это? Сэт? Садан. Чувствую, что жидкость от вазнодарских ребят. Вы сейчас поймете, почему. Кранч это как спазм, что ли? Неожиданный спазм. Мне страшно пробовать эту жижу. Вы не скульптился, или так скажем, пробовать? Ну, я не знаю, может, сейчас в туалет убежишь. А, вот и я. Ну, запрыгнул. А, вкусно, кстати, все. Слушайте, ребят, ну, вы за 700 была подобная жижа. Тоже с сладеньким каким-то кондитерским вкусом. И вы обосрали ее и сказали, что это один из детей. Здесь прям коричко было выражено, там не было так сильно выражено. Ну, я как бы... Очень похоже, очень похоже. Не очень похоже, это она же, только этикетку поменяли, мне кажется. И за 400 рублей. За 400 рублей... Тут корицы добавили. Да них... Я ее сейчас найду, где ее есть. Давай, смотри. Похоже. Так она, я говорю, как же, это же... Вармдрим. Миш, вот она. Ну, нет, вот, 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 бля... А, вот. Вармдрим, вот то же самое. Там написано не употребляется. Да, мне уже похер вообще. Лейпер же осведен в два месяца. Это прям лучший бы сходил. Нет, ну, калипсу, блядь, прям не вкусно, а вот этих вкусно. Я, хрен, знаете, я вот прям почувствовал. Действительно, это, опять же, от стила пирозин. Ну, в общем, это вот примерно то же самое. Не знаю, что там с корицей почувствовал. Не знаю, зачем вы ее употребляет. А, ну, я еще даже специально. Давай чуть-чуть прокапываю. Да не нормалек. Да не, вкусная жижа, но она точно такая же. Но она за 400 рублей. За 400 рублей. Ну, корицы больше добавили. Вот за 400, мне кажется, она гораздо вкуснее. Так, это 20 минут, как говорится. На корице больше. Не знаю, здесь он более мягкий. Ну, короче, вот там был какой-то такой вот. Ну, похожий, был похожий. Тут доработали. Там я поставил 2, здесь я поставлю 3, потому что 400 рублей. Ну, тут поставлю 4, потому что коричку получше, можно попробовать. Но в целом вкусно, кстати. Можно, намного получше. Салатом Кранч. Это печенье настолько хрустящее, что способно разбудить тебя среди ночи. Чаево кремовое тонно с оттенками корицы сведут тебя с ума. Печенье, пожалуйста, не буди меня среди ночи, я очень хочу спать. Слушай, да это же неожиданный спазм, поэтому я боюсь представить, как оно тебя разбудит среди ночи. Бля, вот сегодня разбудишь у нас среди ночи. А я еще попил ее. 4, 3, 5. Вот пиздафон, блядь. Мягкое, растительное, ослабительное. Я хочу перейти к следующему вкусу. А можно сказать в аналоге? Это Blood Candy. Кровавые конфетки. Ух, ух, крем. Какой знакомый. Я вспомню, как он называется. Подожди, подожди, Андрей. Андрей, подожди. Нет, ты эксперт, блядь. Ты так зря, что это такое? Скажи, пускай, слушай, хочу у нас Андрея, что это такое. Вкусная жижа с нотками кислинки. Чем-то напоминает мне, опять же, конфетки Malibu, но они были не кислыми. Но вот это вот с ноткой кислинки. Очень приятно, мне нравится, хорошая жижа. Смотри, не попался, не флажистая. Действительно, это кубник со сливками. Это как раз похоже на тот вкус, что мы пробовали в самом первом обзоре, когда Андрей участвовал на Papa Cloud. Но, да, мне как-то это запомнилось, наверное, что-ли получше. Потому что это очень легкий кубник со сливками. Ну, это очередная кубник со сливками. Ты вспомни, как крем называется. Это самозавес очередной наш из коробки. Замешай все за пол дня и пытайся это спарить. Это вот и пашный крем. Это не Бавариан, а, или сливит, или что-то такое. Скорее всего, это бипит. Потому что, если бы делали это Бавариан плюс ванилокустар, плюс кубничка, то вышел бы более плитерный, и вышел бы, ну, такой популярный рецепт с еликат рецепт по самозамесу. Ну, здесь он другой, хочу сказать. Не взяли тупо рецепт с еликат рецепт, все равно сделали с вами кубник со сливками. Вообще просто, от этого лучше не стало. Ну, почему, блин, когда... Такое ощущение, что 90% не пробует перед продажей вот другие жижи какие-то, да? Потому что, как вообще происходит вот это вот в индустрии вейпинга? О, смотри, жижи, наверное, сейчас можно продавать. А, возьму случайные аромки, не мешает все продаже. Так что ли, как вообще это? Опа-на! Смотри, в описании это у нас еще написано. Сладкое ароматное сердце клубничного линца, микс со свежими айпийскими сливками, кровь с молоком. Что, мы все потестили, что-то лежат? Нет, тут я на руках держу последний вкус, и мы к нему переходим. Нет, это не он. Мистери Кост. Загадочная цена. На самом деле, Мистери Кост, это туманное побережье, ну ладно, Мишин вариант тоже неплох. Ну ладно, слушай, получается, Лоу Кост, это маленькое побережье, что ли? Что, правда, что ли? Да. Ты не стебешь? Да, Кост, это берег. Да, что можно сказать. Почему Лоу Кост? Маленький берег. Потому что это одно и то же. Нет, тут есть буковка A, она не читается, просто произносится так же, а пишется по-разному. Вот ты какой! О, скиллз! Очень похож на этот. На кумничный? Да, клёво причем. Слушай, там так очень что-то. Да, Андрюк. Очень приятный, ненавязчивый вкус. Мне очень нравится. Классный. Описание, наверное, не смогу сказать, потому что не понимаю, что там намешано, но мне нравится, вкусно. Клубничный сироп, то есть это скиллс, глазурь пончиков, вот это как они любят писать с зарплатами. Знаешь, что это? Типа, это вот как Bad Drip, сироп киллер, да? Да, вот здесь у скиллса, только розовый скиллс, он называется Стромбри... 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 Блядь! Не, там как-то что-то с чем-то. Ну нет, там что-то... Ладно, хер с ним. В общем, я понял. Сериал-трип только с добавлением... Стромбри... Стромбри... Стромбри, да. Вкусно вообще, кстати. Вкусно, и в чём отличие от... Это, короче, разбодяжный. То есть берут 30-ку, льют обзорчиком в барочки за 10, и бодяжат по ГВГ. А дайте, пожалуйста, ещё эту жижу, мне понравился, я хочу ещё. Кстати, я бы тоже, короче, сделал бы клон на Bad Drip, когда обзорщикам высылал бы чисто Bad Drip туда, они его расхваливали, а потом... Как бы... Свои вкусы сходятся, но... Сам ты не знаешь. Не, ну вообще, на самом деле... Шутки шутками, а вкус прикольнее. То есть, что это у Стромбри у скиллса, что здесь это похожие вкусы, только... Честно говоря, мне это нравится даже больше. Почему? Он дешевле раз, гораздо. Два. Он более нежно-мягкий. Скиллс в свой реальный приходится бодяжить. Что, собственно, сделали, и ребята из ДСАЛ. Misty Coast. Ну, просто разбодяжили стил. Полуночный перекус должен быть именно таким. Конкурусный копий со свежими нотками стрелок и сочных фруктов наполняет твою ночь, а лимонный послевкусие заставит вернуть к нему снова и снова. Всё. Ну, лимоны я не почувствовал. Ну, это вот классика серов. Это типа серов должен быть. Приятный же Жан, я ставлю ему 5. 5 из 5. Может быть, даже 5 с плюсом. За свои деньги я бы купил. Аналогично поставлю 5, потому что за свои деньги он, как скилс, может даже чуть лучше, может чуть хуже, но вот дешевле. Здесь солидарен, это просто прожественный очень-очень-очень клёвый вкус, который, в принципе, спасает, наверное, всё это безобразие, то, что нас на столе. Вот, не знаю, почему нельзя было сделать сразу. Лимончику сейчас почувствую. Вот это очень вкусно. 5. Я ставлю этой жидкости твёрдую, твёрдую пятёрку. Ну, давайте, так сказать, выводы по всей линейке. Ну, пошла бы она, нахуй, эта линейка, кроме последнего вкуса. Ну да, кстати, извини, что перебил, может быть, не запомнилось ничего мне, кроме последнего вкуса. Название у них, конечно, изобретательное и прикольное, но содержание у них не особо соответствует. А вот последняя жижа очень приятная, очень вкусная, запомнилась, и в этой линейке она просто король. Ну, я хочу сказать, вот вы слишком, ну, не знаю, предзят, не предзят, уберёте на неё. Вы просто, может, забыли, что такое Калипсо за 700 рублей, а это за 400 рублей. То есть, это новая линейка от ребят, вторая, и они не отработали. Ну, то есть, во-первых, они с ценой поработали, раз, два. У них тут есть, по крайней мере, один вкус, который однозначно стоит попробовать. Вот этот Мистери Кост. Мистери Кост. А, Мистери Кост, да. Ну, правда, немножко с остальными нужно ещё работать и работать, но... Немножко. Вот можно было бы закрыть Калипсо, оттуда выделить пару вкусов, добавить Мистери Кост, выпустить линейку действительно из четырёх вкусов, и вышла бы прям хорошая линейка за 400 рублей. Лучше Акмос, берите классная линейка, а пока, ну... И усредните ценник. Я забыл ещё сказать, садан кранчик вкус, который дублируется в обеих линейках, и он мне понравился, и за 400 стал гораздо вкуснее. За 400 сейчас становится гораздо вкуснее, извините. Спасибо, Андрей, что пригласил свой обзор. Спасибо огромное тебе. Спасибо, ребята, что пришли. Андрей, кстати, огромное отдельное спасибо за то, что он не стал нас вводить в стресс, в другую атмосферу для съёмки, и полностью вас создал нашу саратовскую студию, в том числе с цветом стены. Стола, ну, и, соответственно, всего остального. И даже одежду. И даже одежду для нас купил такую же, хотя мы переехали в борцовках. Всем спасибо за обзор. Спасибо вам за обзор, это огромное просто число. Спасибо, что смотрели нас. Очень приятно было смотреть ребят обзор, спасибо. Всем пока. И мы продолжаем нашу череду обзоров про краснодарских ребят, которые... Ребят, блядь. Про жидкости, блядь, не самих же ребят на вашу... Скажем, лякой, козы, весь пацан. А вот Антон, это уже господин. А вот там, блядь... А вот этот, блядь, ваше красиво, блядь... А вот он по... А вот он на троечку как-то тянет. Говорит, дорогой пиздец, блядь, А бы таких пацанов за 400 видели, да... Блядь, своя игра. Пацаны за 400. Чисто!